Я снова рад вас всех видеть. У нас последний доклад сегодняшней секции. Видите, так получилось, что... А микрофон есть. Микрофон есть. А голос тоже есть. Это последний доклад сегодняшней секции про микросервисы. Микросервисы — это модно, да? То есть, я не знаю, видели ли вы этот демотиватор или нет, что раньше у вас была одна большая говняшка, а потом стало много маленьких. Но на самом деле тарантул — это не говняшка. Поэтому сегодня у нас Владимир Перепелица и Антон Резников рассказывают про то, как они, собственно, делают и что. То есть, опять же, реальная история про то, как на этом что-то сделать. Почему это работает? Что-то, что до этого не удавалось объяснить мне, может быть, удастся им. Спасибо. Добрый вечер. Добрый вечер всем. Это Владимир Перепелица, ассетиректор облака Mail.ru. Это Антон Резников. Он темлит команды разработки в облаке Mail.ru. Наши коллеги уже рассказали, что тарантул — это быстро и эффективно. Но мы пойдем немного другим путем. Мы расскажем, как тарантул может быть сопряжен с уже известными и используемыми вами технологиями или заменить их. Но сначала небольшая разминка. Кто из вас в зале использует SQL? Вот поднимите, пожалуйста, руки. Отлично. Кто использует Memcash? Отлично. Кто использует очереди? Вообще прекрасно. Очень активно. А кто уже подсчитывает возможную экономию от использования тарантула? Замечательно. Ну что ж, начнем. Мы расскажем о нескольких сериальных сценариях использования тарантул, расположив их в порядке возрастания сложности. Мы расскажем, как использовать устаревание данных, используя тарантул как простой key value. Мы расскажем, как мы использовали тарантул в качестве кэша, проксирующего. Мы обязательно рассмотрим, как использовать тарантул как различные серверы очередей. Мы расскажем, что из себя представляет приложение на базе тарантула в нашем проекте. И на закуску мы обязательно расскажем, как самостоятельно собирать собственные кластеры. Немножко для начала проясню, если вдруг этот вопрос был упущен, что же такое тарантул? Тарантул – это NoSQL, персистентный, in-memory, key value-хранилище. Но не только. В тарантуле довольно неплохая производительность. В тарантуле есть множество различных индексов. Помимо того, что есть разные индексы, можно делать составные индексы и можно создавать несколько индексов поверх одного спейса. Но что дает реальную свободу – это вуа. Точнее, вуа-джит. Да. Это кооперативная многозадачность на базе файберов. Это каналы для синхронизации файберов. Это готовая библиотека для работы с сетью. И возможность использовать и фифай. Для начала рассмотрим маленький простой пример. Чаще всего, когда мы переходим с SQL на NoSQL, мы больше всего страдаем от отсутствия join. Join нам приходится делать за пределами базы данных. Если мы используем тарантул, мы все равно можем сделать join. Если у нас есть несколько спейсов с родственными данными, мы можем написать небольшую лоа-функцию, которая приведена для примера, которая выполнит, по сути, для нас join за один запрос. Ну, давай не будем на этом заострять внимание. Перейдем к реальным примерам. Нам часто нужны временные данные. Например, отцесс токены для скачивания или просмотра, редактирования документов. Ты сказал временные. Может быть, возьмем ММКэш? Хорошее решение до первого рестарта. Ну, это же временные данные. Подумаешь, перезапустим, потеряем токены. Вова, мы потеряем токены, пользователи теряют доступ к своим данным. Это особо обидно при редактировании. Хорошо уговорил. Берем тарантул с его персистентом. Да, но теперь у нас другая проблема. У нас получились вечные токены. Данный вопрос можно решить. Мы добавляем поле с экспайртаймом к токену. Мы на экспайртайм вешаем индекс. Мы создаем фоновый файбер, который удаляет устаревшие токены. Хорошо. Еще бы неплохо статистику. Сколько у нас токенов сейчас? Как быстро они растут? Используя файберы, используя фоновую обработку и внешние сокеты, мы можем с легкостью собирать статистику и сливать ее во внешние источники. Например, в графит. Да. И еще. При завершении сессии пользователя нам необходимо удалить токены. Ведь он вышел. Без проблем. Добавим user ID в базу, сделаем еще один индекс. По этому индексу будем удалять. Хорошо. Раз уж зашла речь о мамкэш, давайте рассмотрим классический паттерн его применения. У нас есть приложение SQL Server с высокой нагрузкой. 20 тысяч селектов, 2 тысячи апдейтов. Вероятно, он уже не справляется с нагрузкой, поэтому рядом поставлен мамкэш. Я думаю, данная схема знакома очень многим из вас в зале. То есть, если столько человек поднимали руки про SQL и про мамкэш, то, скорее всего, вы знакомы с этими проблемами. Более того, наш коллега обрисовал все проблемы, которые возникают. Это происходит в основном из-за того, что кэш и база данных являются раздельными независимыми сущностями. Но представим, что если наш кэш предходить в базу данных самостоятельно за недостающими данными? К счастью, в Тарантуле есть готовые коннекторы к SQL-базам, к MySQL и к Postgres. Замечательно. Ставим Тарантулу. Один Тарантул. Два. Одинную точку отказа? Хорошо, два. Три. Уговорил. Я хочу еще отправлять часть запросов в реплику. Без проблем. Но, Коль уж ты сказал про реплику, вот у нас там три Тарантула, мы их как, реплицировать будем? Зачем? Нам в данной задаче персистентность нам не нужна. Мы выключаем X-логи, выключаем снапшоты и радуемся производительности. Погоди. Отключаем X-логи. Только что Денис нам говорил про проблемы с холодным стартом. Мы перезапустили кэш, база легла. Это решаемо. Мы можем агрегировать запросы по ключу. Один ключ, один запрос. Замечательно. К нам приходит первый запрос. Напоминаю, у нас был только что рестарт и данных в кэше нет. Кэш пуст. Мы проверяем наличие запроса к базе данных по этому ключу. Запроса нет. В этом и только в этом случае отправляется запрос к SQL серверу. Все последующие запросы создают канал ожидания и ждут. Канал это недорого? Не дороже Mutex. Хорошо. Когда сервер ответит, данные попадут в кэш. Все каналы ожидания будут заполнены данными и приложение получит ответ. Также ответ придет на первый запрос. Может быть покажем код? Да, это в последующем случае не больше 20 срок на ООО. Пойдем дальше. У нас возникла еще одна задача по хранению ОАУС токенов. Стоит обратить внимание на цифры. Да, у нас 10 миллионов пользователей, соответственно около 10 миллионов ОАУС токенов. Кто в зале знаком с технологией ОАУС и работой с токенами? Думаю, стоит чуть-чуть пояснить. Для тех, кто не знает, а знают большинство, у токена есть время жизни, у токена есть рефреш токен. То есть у нас один токен живет один час. Соответственно 10 миллионов токенов мы должны за час полностью обновить. Да, если не ошибаюсь, это 2-3 тысячи запросов в секунду. Именно так. В Хайлоде при взаимодействии с внешними системами, при распределенных системах очень часто принято использовать очереди. Мы не являемся исключением и под данную задачу мы тоже построили схему хранения с очередями. У нас есть база... Подожди, у нас несколько провайдеров очередей. Периодически один из них испытывает проблемы. Почему должны страдать все? Мы добавим несколько. Мы добавим несколько планировщиков и несколько очередей. И целую группу обработчиков, которые каждый будут работать со своим сервисом. Да, уже лучше. Но давай вспомним о том, какая у нас очередь. Приоритет задачи на обновление Тотина напрямую зависит от времени жизни Тотина. Но после Экспайера он падает очень быстро, почти до нуля. Да, это довольно сложная логика, довольно сложно реализуется на классических очередях. Поэтому для реализации очереди мы тоже взяли Тарантул. Но когда мы взяли Тарантул, мы посмотрели, что у нас Тарантул под данные, Тарантул под очереди. И логика, в общем-то, легко переносится из очереди в Тарантул. У нас получился один Тарантул, в котором непосредственно хранятся данные, в котором непосредственно работает логика очереди. Воркеры ходят непосредственно в этот Тарантул. Так, подожди. На сваде был планировщик. Планировщик больше не нужен. У нас очередь работает по индексу, который построен по типу токена и по его экспайр-тайму. Мы берем токен из очереди, обновляем его во внешнем сервисе, сохраняем обратно. Он сохраняется с максимальным экспайр-таймом и автоматом попадает в конец очереди. Мы получаем автоматическую, множественную кольцевую очередь. Давай перейдем к еще одной задачи с очередями. Мне кажется, она интереснее. Возможно. У нас в области есть мобильные подписки. Их нужно проверять по требованию клиента. Клиенты у нас мобильные, а следовательно с плохой сетью. Тут стоит заметить, что подписки проверяются во внешнем сервисе, App Store. И он тоже работает не всегда стабильно. Так как у нас была уже написана очередь, мы ее решили расширить, доработать и улучшить, и сделать из нее двунаправленную очередь. Когда к нам приходит мобильный клиент, он имеет идентификатор подписки. С этим идентификатором он создает задачу, если ее ранее не было. Эту задачу берет обработчик и обрабатывает во внешнем сервисе. Если по какой-либо причине клиент не дождался ответа, либо у него порвалась сеть, он повторно приходит с этим же заданием. Если задание еще в обработке, он ждет. Если задание уже было обработано, он получает результат сразу же. То есть в этой очереди данные хранятся дольше, чем в обычной. Хорошо. Но очереди интереса в контексте приложения. Давай расскажем о том, что представляет типичное приложение на базе Тарантова у нас в области. В первую очередь это интерфейс. Никаких прямых обращений к данным из приложения. Все взаимодействие идет на основе API, то есть вызовового процедур. Передача данных в обе стороны идет с упаковкой JSON, что очень удобно. Если, конечно, позволяет производительность. Здесь стоит заметить, что на момент создания всей нашей инфраструктуры у нас в распоряжении был Tarantul 1.5. Это предыдущая версия. Если вы хотите, вы можете использовать JSON точно так же и в 1.6 в современном. Но должен заметить, что в Tarantul 1.6 есть довольно хороший, эффективный протокол MessagePack. Он компактный, он бинарный, он быстрее. То есть если вам нужна максимальная производительность, вы можете использовать MessagePack. Ну, продолжим. Давай, пойдем дальше. Итак, мы имеем API поверх базы данных. Что это нам дает? Высокий уровень изоляции, возможность поддерживать несколько версий интерфейса, возможность менять структуру данных, логику в приложении и логику внутри Tarantula независимо. А также возможность обновлять код без рестатора Tarantula. За счет замыкания не нарушается работа процессов, которые начались в момент обновления. Но послушай, ведь такая схема спокойно работала и на обычном SQL. Делаем сторид процедуры. Вот у нас все то же самое. Да. Ну, во-первых, это немного быстрее. Во-вторых, давай посмотрим, что у нас под капотом. Под капотом у нас файберы. На их базе фоновая обработка данных. Запись данных в статистику, мониторинг, логирование, что очень удобно. Возможность общаться с внешним миром на базе сатетов. А еще в Tarantula есть коннектор к Tarantula. То есть наши приложения могут общаться между друг другом по своему протоколу, с чем мы активно пользуемся. Отлично. Ты сказал про то, что один Tarantula может ходить в другой Tarantula. Да. Мы здесь плавно перейдем к теме шардинга. Тема шардинга, я так понимаю, очень многих интересует. Все на нее очень живо реагируют. Знаете, лучшее правило шардинга – это не шардить данные. Вот если вы можете избежать шардинга, лучше избегите шардинга. Но если по тем или иным причинам вы не можете избежать, если вам либо захотелось, либо вам скало скучно, либо у вас данные не вмещаются в память, либо вам не хватает процессора для обработки, вам приходится использовать шардинг. Что у нас бывает? У нас либо какое-то решение баз данных предоставляет нам готовое кластерное решение в виде шардинга, либо оно его не предоставляет. То есть у нас есть просто сингл-инстанс базы. И если у нас база не предоставляет готового решения для шардинга, то что мы можем с этим сделать? Ну, обычное решение. У нас есть шард-функция, которая по ключу выдает нам инстанс сервера, куда мы должны пойти. Мы взвоним в отдельный прокси-сервер, либо включаем этот функционал в приложение, и все работает. А если мы вдруг в какой-то момент вот что-то обновляли и не везде обновили функцию? Вова, так лучше не делать. Ну, а если мы уже так сделали случайно и испортили данные на каком-то шарде, может ли база проанализировать свои данные и исправиться? В таком случае нас ждет долгий, ручной разбор данных. Два-три дня. Но если у нас база данных может ходить сама в себя, то мы можем унести функцию шардинга непосредственно внутрь тарантула. И в таком случае при обращении к базе данных мы вычисляем номер шарда, и база сама решает, на какой шард нужно пойти. То есть приложение не знает, куда ему пойти за данными? Приложение может пойти на любую доступную ему ноду. То уверен, что это быстро? Это ровно настолько же быстро, как использовать промежуточную прокси. Хорошо. А что у нас с решардингом? С решардингом у нас все просто. Он у нас есть. В предыдущем докладе вам говорили об одной схеме, реализованной при помощи прокси. Также на базе тарантула, на базе луа, на базе коннекторов было сделано решение для шардинга с решардингом. Оно в целом доступно на гитхабе. Вы можете его взять, попробовать. Но, как вы понимаете, тема шардинга, она довольно обширна. И это вообще, возможно, тема отдельного большого доклада. Поэтому мы просто говорим, что у нас есть шардинг, он есть на гитхабе, вы его можете попробовать. Давай лучше расскажем, как мы делали мастер-мастер. Ну, не совсем мастер-мастер. Итак, вернемся обратно к задаче про токены. Добавим к ней требования к высокой доступности. Что ты понимаешь под высокой доступностью? Иногда у нас выключаются сервера, уходят, становятся недоступными дата-центры, случаются трагедии. Хорошо. И что мы с этим сделаем? Мы можем использовать мастер-мастер-репликацию для передачи данных на все ноды кластера. Я здесь сделаю тоже еще одну ремарку. В Тарантуле 1.6 есть асинхронная мастер-мастер-репликация. На момент разработки нашего решения Тарантул 1.6 с его мастер-мастер-репликацией был не готов. Поэтому наше решение было сделано изначально на ЛОА, на базе Тарантула 1.5. То есть Тарантулы ходят в другие Тарантулы. Да. Именно так. Но что случается, если вдруг между нодами теряется связность? На самом деле все просто. Как работает наш вариант репликации? При поступлении данных в любой из нод кластера она отсылает уведомления остальным участникам о том, что нужно сохранить данные. Как показано на схеме, один из коннектов отсутствует и, соответственно, один из серверов не сохранил данные. Что произойдет, когда к нему придет запрос? Не найдя данных у себя, участник кластера разошлет запрос всем остальным участникам, с которыми он имеет соединение, и попросит найти данные у себя. В данном случае данные придут. Ну, а если у нас все совсем плохо, вот все ломается? Все будет работать, пока доступен хотя бы один из участников кластера. Тут стоит заметить, да, мы не требуем наличия большинства нод в кластере, что делает уязвимым данную конфигурацию к сплиту. Но мы считаем, что в нашей конкретной конфигурации уход одного или двух нод более вероятен, чем разделение их на три части. Мы подошли к концу доклада. Мир IT характерен тем, что в нем нет или почти нет единственное правильных решений. Нам нравится подход, о котором мы рассказали. Мы считаем, что вычисление рядом с данными – это быстро и эффективно. Эта концепция очень хорошо ложится на тарантул, поэтому мы его используем. Основной слоган тарантула – держите данные в памяти, делайте вычисления рядом с данными и наслаждайтесь производительностью. Основной центральный слоган – вычисляйте рядом с данными – мы и попытались вам описать. Обычно все занимаются либо измерением производительности, либо, собственно, наслаждением производительностью. Мы попытались раскрыть вам возможности, которые открывает вычисление рядом с данными. На этом у нас все. Вы можете почитать документацию про тарантул на его сайте. Вы можете также попробовать тарантул прямо из браузера на trytarantul.org. Вы можете посмотреть репозитории, а также те примеры, которые мы описывали, присутствуют в последнем указанном репозитории. У нас осталось довольно много времени на вопросы, и мы готовы на них ответить. Добрый день. Здравствуйте. Слушайте, я немножко попользовал тарантул, ну, совсем чуть-чуть. И есть такой вопрос, как же быть с обновлением кода, если у нас код лежит вместе с данными, да? Как вы сказали, вычисления происходят вместе с данными, да? Как нам это все деплоить, особенно если у нас несколько инстансов? Еще раз, пожалуйста. У нас происходит изменение бизнес-логики, нам нужно обновить приложение. Да, у нас есть несколько работающих инстансов, да? Ну, та же самая проблема, что с хранимыми процедурами в базах данных, да? Как нам это все дело обновить, так, чтобы не было даунтайма, так, чтобы нам не опускать весь кластер, да? Потому что у нас мы обновляем одну ноду, у нас там меняется бизнес-логика, данная уже пишется по-другому, обновляется по-другому, на тех по-старом, ну, вот такие вещи. Если я правильно понял ваш вопрос, он звучит так. Есть ли репликация кода в тарантуле? Ну, возможно, если вы на него сейчас ответите, может быть... К сожалению, нет. Репликации кода нет. На самом деле у нас довольно часто возникает задача обновления того функционала, того функционала приложений, который находится внутри базы. Мы это решаем либо поэтапно, то есть сначала мы заменяем схему данных, потом мы выкатываем обновление API, например, вторую версию API, и потом мы выкатываем новые данные, потом мы убираем старые. То есть это наиболее частая схема. Она проводится полностью без даунтайма. Луа можно обновлять в рантайме без перезапуска базы. Так же, как и, в общем-то, с обычными сторид-процедурами в SQL, то есть вы можете просто на лету создавать новые. Хорошо, спасибо. Не могли бы вы уточнить еще про персистентность данных? В том же редисе, например, я могу сохранять данные на диск довольно прозрачно. В конфиге прописываю интервал в запросах между синками или в интервал по времени. Правильно я понимаю, что у вас это достигается, допустим, синком данных в MySQL или в какую-то традиционную базу данных, и что для этого необходимо на лоа какие-то дополнительно предусмотреть скрипты? Нет, вы неправильно поняли. Tarantul может быть использован как неперсистентное хранилище, то есть в нем можно отключить xlog. Там такой же механизм, который и в Redis'е используется. Там используется лог операций. Про него рассказывал Денис в предыдущем докладе. То есть каждая операция ложится в xlog. Делается периодическое снятие снапшота. Но если мы хотим, да, мы можем дополнительно реализовать. Вот, кстати, к предыдущему докладу был вопрос. А как бы нам данные забрать и выгрузить? Например, те, которые стали холодными. Да, мы для этого можем использовать коннекторы к SQL. Либо Софию. Либо, да, дождаться движок София. Я ответил на ваш вопрос? Здравствуйте. А можно просто короткий вопрос по коннекторам? Кораклу есть коннектор? Прошу прощения. Вы сказали, что у вас есть коннекторы к базам данных. У вас есть коннектор к Postgres, есть к MySQL, а Кораклу есть коннектор? Вы как-то разделили, отдельно назвали их? Нет. Нет? И не планируется? О планах вы можете узнать на стенде. Хорошо. А также вы можете создать тикет на GitHub. Хорошо, спасибо. Если вам что-то требуется. Очень все классно, мне все понравилось, только есть небольшой нюансик. Тарантул, ну, если ему только HTML-рендеринг еще туда воткнуть, то будет вообще прям золотое приложение. Но только у меня вопрос. А что, погодите, я вас удивлю. Рендеринг. Супер. Внутри Тарантула есть HTTP-сервер, написанный на Lua, и у него есть рендеринг-движок. Ну, тогда вообще просто супер. Только есть небольшой нюансик, да? Он же у вас может хоститься на кластере, да, там, одновременно на нескольких серверах, это удаленных, так, чтобы нагрузочка на процессор равномерно распределялась, да? Он это может? Смотря что вы под этим понимаете. Если вы подняли один инстанс и хотите использовать вот все равномерно процессоры, то нет. Под Lua процессор используется одно ядро. Под сетевую работу, под все, что можно вынести, используются раздельные треды. Но Lua процессор работает на одном ядре. Если вы хотите скейлинга по ядрам, вам нужен либо шардинг, либо репликация по нескольким инстансам. Ну, то есть нормальный такой алгоритм, расчета каких-то данных дополнительных, я там не смогу нормально сделать. То есть параллельный, ну, со всеми передовыми технологиями. Смотрите, если у вас данных, скажем так, немного, и вам не жалко их разместить в памяти несколько раз на одной машине, и у вас там много ядер, вы можете поставить мастер, к нему можете поставить сколько хотите реплик, и на репликах считать. Например, так. Но это слегка неэффективно. Это то, на что нам пришлось пойти для того, чтобы сохранить транзакционную целостность, удобную транзакционную целостность в рамках Lua машины. В противном случае пришлось бы бороться с совершенно другим классом проблем, присущим взаимодействию между тредами. Василий Сошников. Ну, я хотел бы вам, например, на твой вопрос. Ведь через NGX-модуль, через балансировку это возможно сделать, мы это сделали. То есть, да. И вопрос вам. Парни, когда на 1.6 переедете? Это отдельная и долгая история. Возможно, на следующем хайлоде будет доклад о том, как быстро и прозрачно для пользователя можно переехать с 1.5 на 1.6. На самом деле, тут даже интересен фидбэк ваш. Фидбэк будет. Отлично. Что? Больше нет вопросов? Все вопросы закончены. Давайте поблагодарим наших коллег за хороший доклад. Спасибо.